МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Технический партнер проекта Автоцентр Мегасервис 4х4. Техническое обслуживание автомобилей, кузовной ремонт, сварка аргоном, подготовка автомобилей для туризма, охоты, рыбалки и спорта, ремонт и обслуживание квадроциклов, снегоходов и прицепов. Приветствую всех зрителей проекта «За порогом». Мы продолжаем путешествовать по следам великого фотографа Сергея Прокудина-Горского. И первая точка на карте нашего сегодняшнего маршрута будет небольшой город Аша в Челябинской области. Или, как он назывался сто лет тому назад, Аша-Балашовский завод. Чем сегодня живет город Металургов, давайте проедем, посмотрим. Город Аша на берегу реки Сим своим возникновением обязан Аша-Балашовскому чугольному плавильному заводу, названному так по имени владельцев заводов Симского горного округа братьев Ивана и Николая Балашова. А завод, в свою очередь, появился вследствие постройки Самаро-Златоустовской железной дороги, протянувшей свои колеи в этот медвежий угол в 1890 году. Тогда и появилась возможность в больших объемах в качестве руды доставлять сюда высококачественный бурый железняк с Бакальских рудников, расположенных сотней километров восточнее. Подготовка к строительству завода была начата в 1896 году. Первые сооружения заложены два года спустя, а еще через пару лет первая доменная печь выдала начальную партию продукции. В отличие от других металлургических предприятий того времени, Аша-Балашовский завод не имел типичного пруда с плотиной. Обычно крупные заводские механизмы приводились в движение энергии падающей воды, подобно тому, как сегодня работают турбины гидроэлектростанций. Здесь же эту работу выполняли паровые двигатели, и организацию производства по тем временам можно было считать новаторской. Аша-Балашовскому заводу, одному из немногих на Южном Урале, удалось пережить и экономический кризис начала 20 века, и события гражданской войны, и кровавый Октябрьский переворот. И сегодня его преемником является Ашинский металлургический завод, который является крупнейшим градообразующим предприятием. Ну а мы вернемся к железной дороге, которая, словно путеводная нить, ведет нас дальше по маршруту. Гора на правом берегу реки Сим, у подножия которой проходит железная дорога, называется гора Соколиная, и очень хорошо читается на многих снимках Прокудина-Горского. По большому счету, за прошедшее время здесь кардинально ничего не изменилось, разве что построили такой полутоннель, который защищает проходящие поезда от падающих сверху камней. Скалы Соколиной горы горожане называют Казарменный камень или Казарменный гребень, потому что под ними были построены казармы, где жили первые строители дороги. Этот участок был одним из самых сложных при прокладке железнодорожного полотна. Тяжелой строительной проходческой техники почти не существовало. Доля ручного труда в те времена была просто запредельной, и порой глубокие выемки в неподатливых скальных массивах прорубались вручную самыми обычными кирками. Тяжелейший изнурительный труд рабочих нашел отражение на множестве снимков Прокудина-Горского. Но были им запечатлены и позитивные моменты, как, например, фотография стрелочника Башкира, сделанная на участке дороги, которая сегодня находится на территории современного Ашинского района. Кстати, Ашинским он стал только после 1960 года, а до этого назывался Миньярским. И именно в старый райцентр мы сейчас и направляемся, потому что там тоже можно увидеть много интересного по теме нашего исследования. Следующая остановка нашей Прокудина-Горского – это железнодорожная станция Миньяр. И тут мы снова обратимся к нашему замечательному фотоальбому. Как говорится, найдите 10 отличий. Красная скала, под которой расположена железнодорожная станция Миньяр, все так же на месте, сим течет. Даже мост расположен в том же самом месте, правда, уже не деревянный, а железобетонный. Более того, даже погода такая же пасмурная, облачная, но настоящий мастер всегда сможет в любую погоду сделать хорошие кадры, как это удалось Прокудину-Горскому. И я надеюсь, получится у Рамиля Юсупова. По одной из версий, этимологически слово «миньяр» состоит из тюркского «мин», то есть «тысяча», и понятного даже русскому человеку слова «яр» – «крутой берег» или попросту «обрыв». Достаточно оглянуться по сторонам, чтобы принять это утверждение на веру. Действительно, куда ни кинь взгляд, всюду крутые берега, косогоры и скалы от мала до велика. На одной из таких скал и установил свой штатив герой нашего рассказа. Мы тоже последовали его примеру, и вот что у нас получилось. А кадр, сделанный чуть выше по течению Юсима, претерпел значительно большее изменение. На фотографии мы можем видеть, что внизу находилось тогда только одно хозяйство. Сегодня вся надпойменная терраса застроена домами. Железнодорожный мост стоит на том же месте, но уже не клепанной старинной, а более современной конструкции. И дорога в Миньяр также проходит под мостом. И, подобно тому, как сто лет назад, вдалеке, на фоне Пионер-горы, мы видим белоснежные очертания церкви. Храм, который расположен у слияния рек Сим и Миньяр, прекрасно виден с любой миньярской возвышенности. Это Введенская церковь, построенная по проекту известного в те времена зодчего Матвея Казакова, тщательно переработанному его лучшим учеником Ефимом Малютиным и освященная в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Воздвигнут храм был в конце 18-го, начале 19-го века. И история его тесно переплетается со строительством металлургического завода, давшего жизнь всему поселению Миньяр, впоследствии ставшим городом. А история такова. Именитые металлургические магнаты Иван Твердышев и его теска Мясников, уже имевшие богатый опыт строительства заводов на Южном Урале, построили здесь в 1771 году плотину и при ней лесопилку с водяной мельницей. Называло все это тогда Нижнесимская пристань. Но дальнейшему развитию событий помешал Пугачевский бунт и наш известный земляк Салават Юлаев. Нет, не тот, что в зеленой форме и с шайбой, а национальный герой, придавший тогда огню почти все построенные на тот момент заводы в округе, за исключением Кота Ф. Ивановского. Когда страсти немного поутихли, было решено продолжить строительство завода на приглянувшемся месте. Да вот незадача. Сперва в 1773 году умирает Иван Борисович Твердышев, а затем в 1780 и Иван Семенович Мясников. К моменту официального запуска строительства в 1784 году его хозяйкой была Ирина Ивановна Бекетова, урожденная Мясникова. Как нетрудно догадаться, дочь последнего. Она же инициировала постройку храма, с которого и начался небольшой рассказ, и который сегодня радует глаз жителей и гостей Миньяра. Долгое время, с 30-х годов прошлого века, поначалу нынешнего, она пребывала в запустении и разрухе. Но в 2003 году начались реставрационные работы, и сегодня храм вновь обрел божеский вид. К слову сказать, завод тоже сохранился, но по последним неуточненным данным, никакой продукции не выпускает. Когда мы ездили по Уфе в поисках мест для съемки, одно из таких мест мы нашли в районе улицы 9 января. Это на горе, которая находится над железнодорожным вокзалом. И что же вы думаете? Несколько фотографий Миньяра сделаны также на улице 9 января. Может быть, я и не обратил внимания на этот факт, но дело в том, что это еще и дата моего рождения. Совпадение? Не думаю. Продолжаем путь дальше по реке Сим, где в прямом смысле слова невозможно обойти стороной одну из местных достопримечательностей. Никольский мост, хоть и не попал в объективы мастера из-за того, что был построен значительно позже, тем не менее заслуживает определенного внимания благодаря своей оригинальной архитектуре. Мост, хоть и выглядит немного средневеково, на самом деле относительно молодой. Построен в 1930 году. Сооружен из железобетона, облицован натуральным камнем и прекрасно вписывается в ландшафт. Если бы еще не мешал его грохочущий железный сосед, картинка была бы просто идеальной. А сразу же за мостом нас ждало еще одно приятное открытие. На месте остановочного пункта 53-й километр когда-то находился небольшой хутор Голодный. И именно это название помнят самые старые туристы. А на фотографии Прокудина-Горска мы можем увидеть вот эту вот характерную скалу с авторской подписью Никольский дол. Современные же туристы тоже прекрасно знают это место, ведь именно здесь проводится уже не первый год фестиваль семейного туризма «Снежинка». О самом фестивале можно рассказывать долго. Это, скорее всего, будет темой для отдельной передачи. Поэтому, немного передохнув у святого Никольского источника, испив ледяной воды с высоким содержанием серебра, мы едем дальше. Тем более, что ехать совсем недалеко. На железнодорожной станции «Семская» нас встречает прекрасно сохранившийся исторический экземпляр – старая водонапорная башня. Поскольку на самой башне никаких опознавательных знаков нет, но она присутствует на архивных фотографиях, можно сделать вывод, что построена она была не позднее 1910 года. Станция «Семская», как и все предыдущие остановки, да и многие последующие, связана с историей горнозаводского дела на Южном Урале, но более косвенно, нежели Аша или Миньяр. Семский чугунно-плавильный и железоделательный завод был построен в 1761 году хорошо нам знакомыми компаньонами – Твердышевым и Мясниковым. Никакой железной дороги тогда, понятное дело, не было, и так получилось, что стальная магистраль пролегла в 9 километрах от завода, а после ее постройки от станции «Семской» до заводских цехов была проложена узкоколейная железная дорога на конной тяге – место, выбранное под постройку завода, и сегодня поражает воображение своей пейзажностью. А вот, как его описывает ученый, естествоиспытатель и путешественник Петр Симон Палас, побывавший здесь в мае 1770 года. Местоположение «Семского завода» в долине между лесистых гор весьма приятно. Пруд при заводе длинною с версту глубок и окружает своею излученной к западу лежащую каменистую гору, так что сия только узеньким перешейком с прочей землей усоединена. В всем пруде ловят лососи в полсаже не длинну, в некотором роде форелей, кутема называемых, величиной более полуоршина. Дворы, принадлежащие заводским людям, лежат на левой стороне реки Сима, ниже плотины, выстроены и разделены на правильные улицы числом до 160. Ну и, конечно же, прекрасные симские пейзажи не ускользнули из внимания Прокудина-Горского. Здесь он сделал ряд снимков, по которым очень хорошо можно определить окружающую местность. Но, видимо, Сергею Михайловичу погодой повезло в тот момент немного больше. Как было вышесказано, отряды Салавата-Юлаева сожгли все окрестные заводы, и Симский не стал исключением. Три с половиной года он стоял в запустении и лишь в 1777 году вновь дал первую продукцию. Коренные изменения происходили в истории завода неоднократно, и одним из главных стала связь с железной дорогой, позволявшая в промышленных масштабах поставлять железную руду и вывозить готовую продукцию. В итоге в 1915 году предприятие было перепрофилировано из металлургического в машиностроительное. Начав сто лет назад с производства сейлок и веялок, выпустив за эти годы десятки наименований продукции для различных сфер хозяйства и обороны, сегодня Симский завод, именуемый Публичным акционерным обществом Агрегат, является неотъемлемой частью российского аэрокосмического комплекса и одним из лидеров авиационного агрегатостроения. Начало этого большого пути и запечатлел в своих работах великий фотограф Прокудин Горский. И как говорили во времена мастера, за Сим разрешите откланяться, продолжение истории смотрите в наших следующих выпусках, больше путешествуйте, будьте любознательны, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья! Технический партнер проекта «Автоцентр Мегасервис 4х4», техническое обслуживание автомобилей, кузовной ремонт, сварка аргоном, подготовка автомобилей для туризма, охоты, рыбалки и спорта, ремонт и обслуживание квадроциклов, снегоходов и прицепов.